Субтитры создавал DimaTorzok Так что замерзнут маленькие зрители и их учителя не успевают. Тем более, что во все время представления они успевают вдоволь набегаться, наиграться вместе с актерами, а заодно и полюбить главного героя, которого не очень-то понимают родители. Вот ведь отцу никак не понять, зачем грустить, если улетел какой-то воздушный змей. Можно ведь сделать другого. А еще лучше спрятаться от мороза, отрезать себе шмат сала. А если в погребе есть и бутылочки чего-то покрепче, то тут уж не до новогодних фантазий и рождественских мечтаний. Рассказывает эта история о мальчике, кому 12 лет. Когда наши дети маленькие, мы смотрим за ними, любим их. А когда придет такой возраст, 10, 12, 14, 16, и их мир становится таким большим, мы очень часто уже не понимаем их, не умеем найти близости. Потеряем, вот этот момент, потеряем своих детей. Самое удивительное, что Мороз не напугал актеров. Они убеждены, что дети согревают их своей энергией и энтузиазмом. Ну еще раз пойдете сейчас в театр? Да! По второму разу посмотрите? Да! Нам очень понравилось, если честно, даже пещера понравилась. Вот эту смесь, которая там была в мешочках, мы ее сыпали в котел. Это очень было интересно. А потом еще чай пили. А чай назывался волшебным зельем. Больше всех, наверное, всем понравились веселые песни сведений. Зато после спектакля никто не может пожаловаться на отсутствие аппетита. Булочки и пирожки сметаются с бешеной скоростью. Да и режиссер доволен. Ведь этот дом, где как бы живут герои спектакля, на самом деле это его собственный дом. И он убежден, что тысячи ребят, которые побывали в нем, в этом необычном театре, напомнили его дом позитивной энергии, которой хватит на весь следующий год. Домашние привыкли с моими сумасшедшими идеями. И, конечно, здесь и актеры, и мы все думаем, что вот за эту неделю здесь уже побывал больше тысячи детей. Мне самому тоже странно это думать. Ну, хорошее настроение с этого приходит. Для чего же тогда дом, если он пустой? Но обратно зрители отвозят на лошади, которую по этому праздничному случаю тоже облачили в нарядную одежду, если так можно сказать, о лошадиной амуниции. Единственный недостаток с точки зрения ребят – это то, что лошадка не развозит их по домам, а доезжает только до совсем не сказочного автобуса. Жалко. Ведь так хотелось, чтобы сказка продолжалась даже в 20-ти градусный мороз, хотя бы еще чуть-чуть. Александр Сахаров, Лихопресс, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok